Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... С шестьюдесятью тремя сослужащими пресвитерами и диаконами была отслужена панихида посвятителя Иоанне, его рукоположителям, родителям, сродникам и чадам духовным. Четверо архипастерей со служащими, сойдя в усыпальницу святителя, переложили облаченные в архиерейские одежды его святые мощи в новую художественно изготовленную раку и перенесли ее крестным ходом в кафедральный собор. Архипастерей и священнослужители с первоирархом во главе и с множеством сослужащих совершили последнюю панихиду по прославляемому святителю. Затем началось сеночное бдение с песнопениями святителю Иоанну. Лития с обнесением раки со святыми мощами совершалась вокруг собора. На утренний, после слова о прославляемом ныне святителе Иоанне, на полиелей вышли 12 архиереев, возглавляемых высокопреосвященнейшим первоирархом русской зарубежной церкви, митрополитом Виталием. В числе вышедших на полиелей, принимавших участие в богослужениях, находился и митрополит старостильной церкви румынской, высокопреосвященнейшей власей. По прочтении святого Евангелия во время канона начинается прикладывание к раке с святыми мощами угодника Божия святителя Иоанна. Облаченные мощи с открытыми руками видимы всем через ясное стекло. Богомольцы подходят и прикладываются одновременно с двух сторон, и два архиерея помазывают их освященным елеем, а священники вручают иконки святителя. Прикладывание продолжалось и по окончании всеночной. В субботу, 2 июля, были совершены одна за другой три литургии. Первая, возглавленная одним архиереем, вторая – священниками, третья – торжественная, возглавленная первоирархом и сонмом архипастерей. Три литургии, которые совершались по-славянски и по-английски. В сослужении всех трех литургий приняли участие 14 архиереев, 103 священника и 36 дьяконов. Неслужащих священнослужителей присутствовало еще около 20. Причастников святых христовых тайн было 1400 человек. В конце третьей литургии, после проповеди первого иерарха, двинулся огромный крестный ход вокруг уже не собора, а целого квартала. Сменялись несшие рапу с мощами угодника Божия, святителя Иоанна, священнослужители. Сменялись несшие рапу с мощами угодника Божия, святителя Иоанна, священнослужители. Иоанна, священник в sense антибиотета Божия, священнослужители. Слава Богу! Слава Богу! И происходил из дворянского рода Максимовичи. Предки его были выходцами из Сербии. Великий святитель русской церкви, митрополит Иоанн Тобольский в Сибири был тоже из этого же рода Максимовичей. Первоначальное образование Владыков и воспитание получил дома. А затем поступил в Полтавский Петровский кадетский корпус, который окончил в 14-м году. После корпуса Владыка поступает на юридический факультет Харьковского университета, который оканчивает как раз вне годы русского лихолетия. Гражданская война заставляет семью Максимовича оставить родные места, и в конечном итоге она оказывается в Югославии. Там Владыка поступает на богословский факультет, который оканчивает, кажется, в 25-м году. В Югославии же Владыка становится духовным чадом, основателем русской зарубежной церкви, блаженнейшего митрополита Антонио. Маститого Ауру как-то спросили, кто ближе всего ему по духу. Митрополит Антонио назвал только два имени. Известного старца немноголетнего Мильковского монастыря Архимандрита Амбросия Курганова и молодого тогда еще иеромонаха Иоанна Максимовича. В крещении, нужно сказать, что Владыка носил имя Михаила, а в монашестве получил имя своего предка, митрополита Яна Тобольского. После рукоположения в пресс-фитере Владыка несколько лет провел преподавателем в битульской семинарии, или, как по-севски они называются, богословии, где снискал любовь своих воспитанников в своей подвижнической жизни. Владыка каждый день совершал божественную литургию, или, по крайней мере, старался причаститься каждый день. И со дня своего монашеского пострига принял на себя особый труд не ложиться спать, а не позволял себе несколько часов отдыха, сидя в кресле. Этот подвиг он выдержал до дня своей кончины. В 1934 году Архиерийский Синод Русской Православной Церкви за границей переданесал и командировал Владыку на Дальний Восток, город Шанхай. Здесь Владыка снискал любовь своей пастры, своим искренним отеческим попечением о ней. Владыкой были устроены благотворительные общества, главный приют для детей. В Шанхайе первый раз мне пришлось его встретить в приюте как раз, в котором он замедлил, и, конечно, детей собирал он всех. Национальностей у него не было точно русский ребенок, или китайский ребенок, или другой национальности. У него сердце было открыто для всех детей и для всех людей. Это был человек именно, мы сейчас его считаем святым, это именно был человек святой. По его делам, по его поведению, по его, как говорится, возникам, которые мы все знаем, прочитали и любили. Этот человек достиг такого высшего уровня христианства, который очень по-чисто никому не позволил. Владыка Ян собирал детей без призерников. Отдавал он, он просто намаливал детей, чтобы за ними смотреть. Приют, созданный им, мы даже не знали, чем они питаются. Но Владыка всегда на карту доставал. Там никто не родился в воду. Дети были обуты, ходили в школу, питались. Знали, что Владыка за ними смотрит. И слышишь, у них до киюта людей, которые были в приюте, от приютя. И Николай Владыка был ими отцом, и матем, и семьей. В приюте жили, он, мой муж был сторож, мои дети были в приюте. Жили, и вот он приходил в приют вечером. Бывает, что когда дети спят, уже он благословит их, идет всех. Его провожает, который заведующий был дитями, смотрел за ними. Наш кум, и значит, он вот идет по улице, люди все, и он не смотрит. Но когда они повернутся, он благословит всех. Ходил всегда, не хотел ехать никогда, все ногами, погода хорошая, плохая. Все время и шел вот так вот, и это он. И так, что детей любил, и дети с ним шутят. Я даже сама видела, как он своим костыльком их по голове смеется, разговаривает на крыше, так всех и благословит, и так пойдет. В бытность свою в Шанхае, а мне тогда было еще всего-навсего 10-11 лет, и я прислуживал в соборе, где служил и руководил паспой владыка наш Иоанн. Его мы все любили. У нас было много мальчиков, которые прислуживали, так же, как и я, я в том числе. У нас была определенная очередь, и мы, ну, как во всех храмах, носили просворочки, свечи мы носили. Владыка Ян, он у нас был малоразговорный, человек молчаливый больше, в большинстве случаев. Но нас он очень любил. Когда он смотрел на нас, эти добрые глаза, мы его очень любили, очень любили. Иногда он нас приглашал к себе в келью, и где он спал не на постели, а на качалке, в кресле качалки. Часто рассказывал нам всевозможные, вернее, пояснял священное писание. Элементарно, так понятно для нас, детей. Владыка Ян был необыкновенным человеком, и его знал не только русский, Шанхай, но и иностранцы. Дело в том, что было такое время, когда Владыка был очень энергичным. Он все же еще был тогда достаточно молод. И что можно сказать о нем? Это был большой скромный всевозможный человек. Его никогда никто не видел, едущим на Викше или в автомобиле. Никаким транспортом он не пользовался. Он ходил пешком. У него был подрядник, как мы всегда видели, Чесучевый. Затем скуфейка. И посох простой, совершенно простой. Сандали. И вот таким образом он очень быстро ходил. Очень быстро. Во всем его можно было увидеть в любой части огромного города Шанхая в то время. Как его называли Дальневосточный Вавилон. Владыки, да, он ходил, в общем-то, почему? У него много было дел. И все это дела благотворительные, Божьи дела. Он собирал по улицам детей, сироп, находил везде, спрашивал, где какие есть нужды. И вот этих детей, сироп, беспризорных, он приезжал всех к себе, забирал к себе. Когда Владыка уехал в Китай, то он переписывался с моей мамой, посылал ей марки, китайские маньякки и все это. А потом из-за войны и других событий, житейских всяких, они уже больше не встречались и не переписывались. И прошло много-много лет. И мне уже было 9 лет. Моя мама узнала, что Владыка Иоанн будет служить в храме, памятнике Владимира Святого. И она хотела, чтобы я от него получил благословение. И когда я мальчишкой был, я говорю ей, а ну а как я буду знать, какой там Владыка Иоанн. И мама его, будучи очень такая остроумная, она его описала, ну, милистически, и подчеркнув, что у него растрепанные волосы, и что у него горб, и что на боссу ногу сандалии. И, в общем, так сказала, что тот, который меньше всего на архиве похож, это и ехудыка. Ну, и я поехал с батюшкой нашим городовым, да, с отцом Николаем Ацишевским, в храм-памятник. И, будучи прислужником молодым, я сразу пошел в церковь. Это был нижний храм, еще верхний храм не был устроен. Нижний храм. И прошел через пустую совершенно церковь, прямо в алтарь, чтобы подготовиться к службе, принести стихами все. И когда я зашел в алтарь, то в алтаре как раз стоял Владыка Иоанн, которого я, конечно, узнал сразу же по писанию моей мамы. И Владыка ко мне подошел и назвал меня по имени, и сказал, Стефан, я тебе стекла, я хочу тебе что-то сказать. И вышли мы на Амбон, потому что Владыка в алтаре никогда лишних слов не говорил. И он сразу же начал меня расспрашивать про мою маму Мареньку, про моего брата Павла, про мою сестру и все. И я с некоторым удивлением на него смотрел. И вдруг он на меня так посмотрел, улыбнулся и сказал, а как это ты меня узнал? А однажды я был свидетелем такого рассказа, одна из женщин, я правда не помню сейчас ее фамилию, но у нее заболела дочь. Где-то 8 или 9 лет девочки было. Как врач сказал, значит, что девочки в очень тяжелом состоянии, это головой. Болезнь страшная. И он сказал, этот врач лечил, но девочка становилась ей все хуже, хуже. Она задыхалась буквально. Мать, а отца у них не было. Мать, конечно, была в панике, единственный ребенок. Она не отходила и днем, и ночью от постели больной дочи. Но вот однажды врач сказал, что нужно созвать консилиум, несколько врачей. Врачи иностранные, причем такие, которые славились в городе тогда. Многие пришли, знаешь, несколько человек, и все подтвердили, что да, болезнь слишком в тяжелом форме, и девочка не выживет. И вот однажды пришел главный врач и сказал ей, что, знаете, давайте, говорит, приготовьтесь, потому что девочка, мы сейчас вот смотрели ее, она до утра не доживет. Так что приготовьтесь, мучения у нее кончились. Конечно, что было с матерью, это вполне понятно. Но она, когда врач ушел, она так же вот сидела около кровати, молча. И какое переживание у нее в это время было, конечно, всем нам понятно. Но от чрезмерной усталости, потому что это уже было много ночей и дней, она задремала. И вот, говорит, вижу сон. Вижу сон. Стоит водыка наш, на нем красный эпитрогиль, и в руках он держит крест Евангелия. Я его, говорит, так хорошо и четко вижу, и вдруг просыпаюсь от звонка, бегу открывать двери. Открываю двери, и я, говорит, просто анимела. Передо мной стоит наш ладыка, именно в таком вот красном эпитрогиле, и держит крест Евангелия. Я не могла слово сказать, потому что в таком было шоке. А он говорит, пойдемте, давайте помолимся. Зашел, раскрыл Евангелие, положил на головку дочки, а сам мне, говорит, становись на коленках, давай помолимся. Я встала на колени, и он тоже опустился на колени, и он молился молча, и я молилась молча. Сколько мы стояли так и молились? Долго, но не знаю сколько. Но когда он встал и сказал, давайте я благословлю вашу дочку, взял крест, благословил ее крестом, приложил крест к ее губам, так же вот завернул в эпитрогиле, не снимая его, это крест Евангелия, и молча ушел, молча ушел. Я снова села в кресло рядом, в котором сидела уже много-много дней и ночей, и опять постепенно задремала. И уже утром я проснулась от громкого голоса моей дочки, мама, мама, проснись. Что было со мной, и сказать я просто не могу, она так говорила, потому что дочка, которая уже много времени не говорила из-за того, что у нее дыхание закрывало это страшнейшее воспаление какое-то горловое, вдруг она говорит, четко, ясно говорит. Я, конечно, в ужасе бегу, уже, я не знаю, радоваться или плакать, бегу, звоню по телефону опять этого доктора. Доктор быстро приезжает, и даже не один. Вошли, что такое случилось? Вот, говорит, она разговаривает, а девочка улыбается, говорит. Они давая ее свидетельствовать, смотрели, смотрели, все, 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 советовались. И потом спрашивает меня, а что вы с ней делали? Я говорю, я ничего не делал. Ну, что-то вы ей дали, может быть, или что-то, расскажите, не стесняйтесь, скажите правду, что вы с ней делали. Ничего, вот, я с ней не делала. Приходил к нам наш владыка. Вот мы с ним молились, и все, больше ничего, он молча ушел. Врачи развели руками и говорят, знаете что, нам никак не понятно, потому что мы ничего не можем понять, что случилось, потому что ребенок совершенно здоровый, у него ничего нет, то, что было вчера вечером. Вы знаете, с тех пор, когда врачи светилы по тогдашнему времени, хорошие врачи, не могли спасти человека, видели безнадежность его болезни, то они все говорили, что медицина теперь в этом случае, к сожалению, бессильна. Обратитесь, пожалуйста, к владыке Иоанну. Может быть, он вам поможет, потому что мы уже все сделали, что возможно было в наших силах. Владыку Иоанна, я знаю еще по Шахаеву, знаю о его одном очень большом чуде. Во-первых, он бывал у нас в доме, на прасху, на Рождество, очень любил ходить, то есть не очень любил, вернее, он ходил по всем госпиталям, его можно было встретить ночью, в любой час ночи, по Шанхайским улицам. Он ходил из госпиталя в госпиталь, в еврейском госпитале, бывал, потому что он ходил, надел древнееврейским языком, прожидал в русский госпиталь, где лежала моя мама. Это было предусмотрено в 44-м году. Но был очень серьезный случай. Он был приглашен в госпиталь к одной умирающей от пухуса бешеной собачки. И когда он ее приобщал, вернее, давал ей дары, то она эти дары не смогла принять, она их выглянула. Ввиду того, что дары нельзя взять ни рукой, ничем, он должен был взять это своим собственным ртом. То, что он и сделал. И все доктора, включая еврейских докторов, Эпштейн, Розенберггардс, и еще других, все его умояли. «Владыка, пожалуйста, сделаем мы вам уколы бешенства». Он сказал «Нет, со мной Бог, и мне не нужно никаких уколов». Это было в 44-м году. По окончании Второй мировой войны владыка много сделал, чтобы спасти свою паству от грозящей опасности от безбожной власти. Было разрешено вывезти русских на Филиппины. На Филиппинах у нас были страшные ураганы. Такие сильные тайфуны, что приходилось даже палатки спускать, боялись, что нас унесет. На Филиппинах мы жили на острове Тубаба, был маленький остров. Мы никогда не ложились спать, не зная, что Владыка все каждую палатку благословит. Он ходил по лагерю и всех нас крестил на ночь. Если был ураган, то он молился и ураган проходил. И таких особых даже бедствий не было. Жизнь была тяжелая, но особых бедствий не было. И, конечно, это только палатинное различие. Он тоже вывез в приют на Тубаба, создал там монастырь, собор. Собор в начале, в начале были все церкви в палатках больших. А потом на окраине города нашли старую хуансовку. И из него, значит, по владыкиным молитвам, по его желаниям. Люди собирались в устроении. А в общем, все это была доставка, которая осталась в Второй мировой войне. И дерево там было, и, значит, все это сделано было добровольно. Только память и помощь владыке. Многие люди помнят, когда владыка Иоанн приезжал и пропадал за всю русскую миграцию. На ступеньках Белого дома. Это было унизительно для высокого сана, как владыки. Но это правда, которую никто не может испорить. И благодаря его напорчивости и, как говорится, постоянного желания помочь иммиграции русской, чтобы она не погибла за рубежом, а именно могла бы приехать в Америку, он очень-очень многое сделал для русской иммиграции. Как в отношении христианства, так и в отношении того, что люди могли приехать сюда и здесь найти себе убежище и вторую родину. Он нас вывез из Филиппи за его прошение. Он ходил в Конгресс, по-английски плохо говорил, но все-таки он добился, что он вывез свою Пасху. Он ее никогда не сказал. А владыкина любовь к людям, вот такие случаи бывают. Владыка едет куда-то, и вдруг остановит машину и говорит, подождите, там больной, я о нем должен помолиться. Было у него как-то заседание в Конгрессе. Он тоже ехал и говорит, о нет, Конгресс может подождать, а у меня больной умирает. Он знал, где больной, он чувствовал, и он никогда их не оставлял. У него всегда люди были выше всех. Его помощь. А, конечно, об его молитвенности говорить. Вы просите поговорить на шаг людей. О его молитвенности, что он никогда не спал в кровати, что он всегда молитвы проводил. Его невероятное чувство после принятия престолой тайны. Он никогда не оставлял алтарь. Он долгими-толгими часами оставался там и молился. Мой брат имел препятствие выехать из Шангая. Мы пошли служить молебен при Голодонском. Всей семьей, ребятишки, человек нас 12 было. Выходя уже из церкви, приехал Владыка, откуда он где-то был в молебном или где-то, подошел ко мне, в полковник включу, и спросил, что вы о чем так молились? Я ответила, что брат мой не может выехать из Шангая. Он сказал, что брат вас выедет. Через некоторое время брак получил у магии и выехал. И в верное воскресенье я пришла к нему, еще в старый собор, и был Владыка. Брак мой выехал. Он был очень скромный, воспалил только на меня и ничего не сказал. Он большой был молитвен. В 51 году Владыка высшей церковной власти был направлен в Западную Европу, где он святительствовал 11 лет. Много там сделал для православных французов, голландцев и других. Вот когда вот открыли церковь в гараже на реверах, там у нас ничего не было, ни дикие, ни дикие, ни трекели, ничего не было. И мы приезжали, вот я помню, как приезжали заранее, за час почешу, то ли, то ли, или больше, или да, ну, за час, полчаса, час. И там маленький, другой, маленький гараж, вот рядом был, где склад был. Так мы из больших свечей это разжигали их, и делали, связывали, я лично это делала, связывала свечи вместе, там согревала над другой свечой, чтобы выжимать ее и делать дикие, дикие из них. И так Мадрик ослужил с этими свечами. Перед каждой службой мы это делали, потому что, конечно, свечи сгорали. А потом другая вот, помню, что был у нас регент, там, который был, который очень так любил быстро-быстро все. И он, значит, на старостной неделе служба, значит, там много, не помню, какой точный день был, но много чтений по дню, может быть даже и в субботу, может быть в пятницу вечером, не помню. Ну, в общем, много чтений там. А Владыка стоит посреди церкви и спит, как часто бывало. Но он видит, что он спит, так заградывает на него, смотрит и две страницы пропускает в книги. И на этом Владыка, и все, стоя посредине, без книги, без ничего, все прочел наизу, все эти две страницы, которые он так ошалял, что он никогда этого не делал. В монастыре был, и у него разболелась очень наганитая, опухоль какая-то появилась. Очень было больно. Другое было. Очень было больно. Ну, как-то. И ему нужно было в господи, потому что это было что-то опасное. У него была открыта рана. И матушка, он ни за что не хотел ложиться, потому что в кровати. И матушка говорит, нет, вы должны. Он не хочет. Тогда она говорит, Владыка, вы у меня в монастыре, я начальница монастыря, и вы должны меня слушаться, я вам приказываю пойти в монастырь, и вы в господи. Когда он хорошо подмонился, и, значит, его повезли в господи. Уложили в кровать, начали печенье, якобы. А вечером он уже был в церкви, служил всем. И опухоль исчезла. Мяло по маме совсем ушла. Без всякой посторонней помощи. Божьей помощи. В 1962 году, сначала как просто временно управляющим, а затем после смерти архиепископа Тихона, как уже управляющим, был прислан сюда, в Сан-Франциско. Господь меня сподобил в последние три с половиной года жизни Владыки здесь, в Сан-Франциско быть при нем. Владыка мне запомнился, как очень масковый и добрый архипасты. В нем чувствовалось его благородное происхождение. Но в то же самое время он очень просто себя держал. Был доступен всем. Одна женщина позвонила в приют, я ответил телефон. Она спросила, как похоронить мужа. Я спросил, а когда он умер? Она сказала, он еще не умер. Такой странный ответ. Я Владыка спросил, что сделать, что сказать. Владыка, как всегда, попросил узнать, в каком Господе имя. И он приехал сразу же причстить. Этот человек именно должен был умереть минуту на минуту. Очень злокачественная, заразная болезнь была у него. Владыка всех выстрелил из комнаты, помогил с ним, причстил его. И этот человек выжил и умер года два, три спустя от совершенно другой болезни. Владыка в Тихоно-Задонске всегда устраивал чашки чая. И ребят он приглашал на вот эту чашку чаю. Ребята сначала первые два-три раза все побоялись. Нас несколько приходило. И после вот этой чашки чая, которая, может быть, полчаса длилась, когда Владыка уходил к себе в келью и он нам давал вечеринку устраивать. Мы и танцевали, и мы игры играли, и мы просто имели очень хорошее время. И с временем больше и больше народ, ребят приходило. Я помню, что в Тихоно-Задонском внизу у нас были танцы около 100-125 человек. Владыка понимал, ребят, что ребятам надо как-то развлекать. с каждым этой вечеринки Владыка устраивал по воскресеньям. После вот вечера мы собирались около 7 часов и вечеринка длилась до 12. А Владыка у себя в келье сидел или читал или дремал или даже Мария Александровна тогда Шахматова, которая заведовала Тихоно-Задонским, его кормила. И Владыка верил в нас, в ребят, и ребята его очень любили. И мы так ничего такого не делали. Мы просто танцевали, имели хорошее время и это у нас здесь в Сан-Франциско вообще балы устраиваются в субботы и Владыка был против балов по субботам. И одно, что мы боялись вот, когда бал Владыка после Всеночной всегда объезжал вот эти балы и он поднимался в русский центр и там все плясали, пили и все имели хорошее время. Вот когда Владыка входил, музыка превращалась и я помню, как люди прятались от Владыки. Он запрещал народ, которые и певчи, которые прислуживали или что-то имели, или за свечным ящиком стояли. Владыка запрещал этих людей, чтобы они могли в церковь ходить, но они не могли ни петь, ни прислуживать, ни за свечным ящиком стоять, ни исповедоваться, ни причащаться, ничего. Владыка каждый день старался совершать Божественную Литургию, а если не мог, то, во всяком случае, причаститься за Божественную Литургию. Насколько он был прост и доступен, настолько в алтаре и во время богослужения он был строг. Владыка помимо ежедневных богослужений старался как и можно чаще навещать больных. За этот подвиг посещения больных после кончения Владыки Господь именно даровал ему особый дар исцеления. Большей частью Владыки теперь прибегают, конечно, прибегают всякими нуждами, но большей частью прибегают к его молитвенному заступничеству в болезнях. Владыка часто знал мысли людей наперед, знал имена людей еще до того, что они ему представлялись и знал по какой причине какой проблемой к нему приходят. Мне не раз приходилось слышать от Владыки он говорил кому-нибудь, что я насквозь вас вижу. Когда он умер, нас четверо было, которые положили Владыку в гроб оригинальной в Сиатли, это был один Владыка Нектарий покойный сейчас, такой Юра Кальков, мой брат, отец Петр и я. И когда Владыка умер, мы совершенно его ничего не сделали, он только был обтер и облачен. И мы ночью его, после уже 12 ночи, спустили и нашли гроб ночью. Это было все настолько трудно сделать, чтобы найти наш гроб. И нам нужно было вывести этот гроб с Владыкой за 24 часа после смерти. И это нам удалось сделать. Здесь, когда сюда приехал, Владыка умер в субботу. И законы Сан-Франциско и Калифорний не позволяли, чтобы Владыка был похоронен в городе Сан-Франциско. В городе Сан-Франциско нет сейчас кладбищ. Но за субботу и воскресенье законы города Сан-Франциско были изменены. И тысячи людей здесь приходило во время его, когда его отбивали. И значит Владыка совершенно от него не падла. пальцы были гибкие, не было никакого тела не разлагалось. И даже те, которые из похоронного бюро Дахни, они удивлялись и сами даже приходили с термометрами. Это когда Владыка лежала и сами не могли поверить, что так вот тело не разлагается, не пахнет ничего. И я говорю, мы с ним ничего не делали, никакого не балзимирования, ничего. Когда Владыка умер, он как умер, так он был облачен и положен в этот кровь. Это я свидетелью. За два-три месяца до Владыкиной смерти мы здесь строили русскую школу. И я как раз в этой усыпаннице, эта усыпанница раньше должна была быть кладовка. Я здесь работал как раз в тот день. И Владыка зашел и сказал, что работай хорошо. Владыка иногда было трудно понять, потому что он говорил немножко у него губа была. Я даже не знаю, почему, но его иногда трудно было понять. И я сначала не совсем понял, что Владыка сказал работай хорошо. Потом он сказал это мое место. И вот он после этого 28 здесь приближал. он он и он Много чудес, много чудес. Мы все верим в его молитвы. Мы обращаемся к нему всегда, чтобы у нас не случилось. Что-то потеряем, что-то заболеем. Возьмем его маслице сейчас. Вот у меня два младенца было на вырожженных. Заплачу, помажем маслицем, они сразу были отстать спокойно всю ночь. Мой брат, когда ему было 22 года, он попал в катастрофу и потерял ноги. И после этого он решил сделать кругосветное путешествие и приостановился в Вьетнаме, где происходила еще война вьетнамская. И он жил в Сайгоне и начал разъезжать по тем местам, где битвы происходили, к самому краю. И там находил детей несчастных, которые были покалечены, как он, или осеротевшие. И привозил их обратно в Сайгон и находил для них места, где жить. И так случилось, что в одном таком приюте для детей несчастных он встретил одну вьетнамку и с ней подружил. И начал ей рассказывать про святых угодников Божих, про Сирь Герамовскую, Серафима Саровскую и про православную веру. И все. После некоторого времени она начала ему рассказывать, что когда у нее трудные переживания, в особенности, я так понимаю, что в связи с детьми в приюте или что, то являлся ей старец один и как-то ее утешал. Потом она ему так рассказала, и он думал, что может быть это Серафим Саровский или Сергей Геннадьевский, о котором он рассказывал ей. И как-то на Пасху я прислал моему брату пакет такой пасхальный с песнопениями Свято-Троицкой монастыря на кассете, духовную литературу и несколько журналов. И на одном журнале была фотография, известная фотография Владыка Яна, как он шествует по кладбищу, это в Новодивеево, не снято зимой, и так как-то смотрит в аппарат. И это было как раз на обложке, и когда вьетнамка, это его знакомая, увидела это, она ему сразу сказала, вот, вот это тот, кто мне является и утешает меня, это был Владыка Яна. Божьей милостью мне сподобилось быть участником открытия мощей святителя, и это произошло 28 сентября, день Святого Харитона Исповедника. Владыка назначил некоторых из духовенства главным образом при соборе и участников непархиального совета, которые в назначенное время пришли в усыпальницу, и перед началом этого необычайного духовного и исторического события, значит, все по очереди читали Святой Евангелие, и даже каждый из архиереев, которые присутствовали, Владыка Антоний, Владыка Лавр, и вместо Владыки Алипия Владыка Кирилл, викарий Владыка Антония, Владыка Кирилл, викарийский присутствовали, Владыки служили панихиду, а духовенство пело, и в конце Владыка Архиепископ Антоний сказал, что мы приступаем к очень важному духовному событию, глубокому, перед которым мы все должны спросить у друг друга прощения, так как бывает перед началом Великого Поста и приступлением в самые дни праздника Пасхи на Страстной Седмице, и он сделал земной поклон всем, и все спросили друг другу прощения, и при пении, особых песнопений открыли саркофаг. Нужно сказать, что до этого на праздник веры, надежды и любовь уже саркофаг один раз открывался, но не гроб, а только каменный саркофаг, в котором хранится гроб Владыки, это было сделано, чтобы увериться, что тогда, когда официально назначенный день будет, чтобы без затруднений можно было бы сразу приступить к самому делу открытия гроба. Когда открыли тогда в ту ночь саркофаг, то первым делом заметили, что гроб покрытый мантией Владыки Антона, то есть нужно сказать, мантия, которая покрывала гроб, просто как бы казалась совершенно новой, почти сияла. Потом посмотрели на гроб и увидели, что он проживевший местами, но этим дело ту ночь окончилась. Это, наверное, надежда и любовь. Саркофаг закрыли. И вот приступили мы к открытию саркофага и уверились, что то, что было сказано о мантии, это действительно было так. Я должен сказать, что, можно сказать, что от мантии не сиял свет, но мантия просто была в замечательном сохранении. Просто это первое, что мы видели, это просто было замечательно. Потом мантию сняли и приступили к тому, чтобы гроб вынуть из саркофага. И это было сделано. И нужно было проверить, если дно гроба было проживевшее. И надо сказать, что такой был особо подголовейный момент, когда гроб все подняли, и как-то никто не заметил, и нужно было второй раз посмотреть. И действительно уверились, что внизу, нижняя часть гроба была совсем проживевшая. И по бокам даже были такие отверстия, что внутрь гроб можно было видеть. И кто-то даже заметил, уже было заметно лежащее целое владыки, только в темноте там. Но точно не было, еще ничего не было видно. И тогда взялись к тому, чтобы открыть самый гроб. Тогда, когда хоронили владыку Иоанна, то прислушивал его помощник и прислужник Павел Лукьянов. И при закрытии гроба ключом был закрыт гроб именно этим прислужникам. И гроб, этот ключ этот хранился в семье Лукьяновых. И при открытии владыка благословил, чтобы монах Петр, бывший чтец Павел, чтобы он как раз своим ключом постарался открыть гроб. Но, конечно, все было замкнуто ржавчиной. И это только такой, как бы, благолюбийный символический акт произошел. А после этого взялись к тому, чтобы приняться именно к открытию гроба. И нужно было там ее отвертым, и немножко придав силу. Но при всех стараниях все-таки было затруднение с открытием гроба. И владыка Антоний запел милосердие отверстия нам двери. И именно в этот момент те применения, которые были сделаны, чтобы открыть гроб, сделали так, чтобы с молитвой это, и именно открылся гроб, владыка Антоний приступил к самому гробу и сам своими руками крышку поднял. И мы впервые увидели лежащее тело владыки. Надо было сказать, что сразу захватило внимание. И то, что все внутри гроби было обрещалое такое. И видно было разрушение вот этих вещей, которые лишали там. И заметны были руки. Руки владыки Антона были совершенно белые. И опустившиеся немножко вниз, но полностью сохранены настолько, что все начали говорить, ох, нетленные, нетленные мощи. Вот это было очень заметно. Алик, конечно, владыка Яны был покрыт воздухом, как когда он был похоронен. Очень много было красной такой пыли на зеленом облачении. Это владыка был погребен в пасхальном серебро-белом облачении. И все это превратилось в такой темно-зеленый цвет. Я даже не знаю, в каком облачении владыка был похоронен. Думал, что, может быть, он был похоронен зеленым. Настолько зеленый этот цвет охватил вообще все полностью облачение. Тогда с молитвой, и владыка читал, помилуй меня Боже, осторожно очень владыка поднял воздух. И мы все смогли лицезреть нетленный лик владыки. И тоже почти все было покрыто такой белой пылькой. Не видно было усов и бороды. А все было просто, все, меслики, все белое. И на носу было черное пятно. И в этот момент, когда увидели это черное пятно, то сказали, что, о, вот немножко оттление на носу. Потом при мытии было по-другому. Понятно, но, во всяком случае, в тот момент ничего этого не трогали. И только смотрели. И просто удивление было, насколько было сохранено все тело владыки. И все вещи были пересмотрены. Все то, что разлагалось, разломалось, это все откладывалось в сторону. Те вещи, которые были в сохранности, некоторые из них были положены в пластиковые конверты. И взялись за то, чтобы вынуть тело владыкияна из этого проживевшего, и можно даже сказать, изгнившего гробом. То, что внутри все эти материалы, из которого гроб был сделан, все это было в таком обещалом, и даже частично растлевшем и проживевшем виде. Так что тело владыки подняли и переложили в гроб особый, который был приготовлен к этому, новый деревянный гроб. А этот металлический, старый, все это вынесли. Нужно сказать, что тогда, когда гроб открывался, и тогда, когда мы все эти вещи перекладывали, трогали, и все, то очень сильный был запах такой затхлости, так, как когда бывает в сыром погребе, вот такой запах был. Но когда гроб вынесли, то весь этот запах вышел с этим, и лежало тело владыкияну в усыпальнице, в своем новом деревянном гробе, и никакого, абсолютно никакого запаха не было. А все, вся эта затхлость, и все это сырое, это все, такой запах этот все, весь ушел со старым гробом. После этого положили деревянный гроб, в котором было тело владыки, в саркофаг, сам гроб был запечатан лентой с печатью, и саркофаг был закрыт, была отслужена лития, и все было поставлено в усыпальнице, как всегда. Потом прошло, я думаю, было уже 4 месяца после этого, прошло, во всяком случае, это было в декабре, в праздник святого праведного филарета, милостивого, было переоблачение владыки, значит, опять открыли саркофаг, вынули гроб, уже новый деревянный гроб, открыли это печать, отпечатали печать, открыли гроб, и все присутствующие батюшки помогали снимать старое облачение, вот это зеленое старое, которое было, в общем, уже совершенно обещало, оно даже хрупкое было, местами ломалось, и во всяком случае все нужно было снять с тела владыки Иоанна, и омывалось тело владыки, омывалось белым вином и розовой водой, все это было омыто, и все то, что было белое, это все отошло, и, как было сказано на лике, был лик белый, и рот, и усы, и борода, это все было как одно белым покрыто, а когда омыли все, и вот пятно это было, и когда все омыли, оказалось, что никакого пятна, тления на носу не было, а наоборот, все, когда белое сошло, то и усы, волосы усов, и бороды, все это полностью в сохранности, уши владыки, нос его, все это в полной сохранности. Конечно, нужно иметь в виду, что все тело, оно после всего этого времени, оно всю свою влагу потеряло, и это все обсушенное такое, но в полной сохранности, только один глаз немножко, тение есть, и вот немножко, немножко на ногах, но тоже нужно сказать, что когда открываются святые мощи, несмотря на то, что все мы, кто там был, кроме владыка Кирилла, никогда вообще не присутствовали, при том, что открывался гроб или осматривались мощи, а он был тогда, когда царственные мученики в Иерусалиме, когда открывались гробы, но все остальные никогда этого не видали, не знали, что ожидать, так что тоже нужно знать, что православная церковь считает сохранность святых мощей чудесным, не тогда, когда просто тело сохраняется, как может быть, при холоде, и при том, что воздуха не было, или что, а то, что кление начиналось и приостанавливалось, вот это чудо, и здесь явно видно было, что все остальное в гробе, все разлагалось, металлический гроб был проржевевший, материалы и вещи, даже иконки, и все, что в гробу было, это уже разлагалось, и даже облачение, а вот само тело, владыка Иоанна, оно было в полной сохранности. Тогда, когда все тело было обмыто, то начали облачать владыка Иоанна в новом белом облачении, и у него была такая рубашка, так, крестильная рубашка на самом теле, после этого был подрясник, этот подрясник был сделан в России, а после этого было совершенно новое облачение подрясник, и все архиерейское новое облачение, которое здесь, в Сан-Франциско, было специально сшито, и которое подошло к святым мощам точно. А после этого положили обратно владыку в деревянный гроб, и саркофаг был опять закрыт, гроб был запечатан, и саркофаг был закрыт. Все это, все от начала до конца, было благодаренно сделано с молитвами, с пением молитв, и под духовным руководством владыки архиепска по Антонию. Этим как бы заключается дело открытия мощей и переоблачения, а потом нужно сказать, что перед самым перенесением мощей, 1 июля, перед самой службой, опять открывался саркофаг, опять печать открывалась, деревянный гроб открыли, и переложили святые мощи, владыки, святителя Яна, в ту раку, в которой они хранятся сейчас в соборе. Это происходило перед самой службой тогда. О пресветлый и преддивный угодниче Божий, святитель Отче наш Иоанне, Утешение всех скорбьих сущих, нынешнее наше молитвенное прими приношение, да Господа умоли, от гиены избавитесь нам, богоприятным твоим ходатайством, ибо сам по смерти изрек. Скажите народу, хотя я умер, но я жив. Аллилуйя. В 66-м году владыка умер, и в 69-м году меня взяли в армию. В июне 70-го года и мама и папа заказали молебен у владыки в Тихоно-Задонске. Владыка Антоний совершил молебен и благословил меня иконкой крестильной владыки Яна. Она была совсем черной, почти что лиг иконы не видно было. Я эту икону с собой в Виетнаме носил в левом кармане, когда мы выходили на маневры. В 93-м году, когда все началось, начали говорить насчет прославления владыки, иконка начала обновляться. Я чувствовал себя очень счастливый такой. Вот за последний месяц, два месяца даже иконка больше и больше обновлялась. И когда прославление уже подходило, иконка совсем начинала обновляться, я ее решил с собой взять на прославление. В субботу во время всеночной я был одет в скаутской форме, здесь помогал в соборе и в скаутском доме. И мы стояли напротив, смотрели этот большой джемпоутран, как служба продолжалась в церкви. Я, Наташа Драгомерецкая, Ира Драгомерецкая, Лева Гижицкий и еще пару людей смотрели на иконку, и видно было волны света, которые проходили через икону, и она с каждым моментом обновлялась. Я верю, что владыка святой, и он много нам поможет, много нам помогал, и будем его просить, чтобы он нам всегда помогал. КОНЕЦ КОНЕЦ Хотя я и умер, но я жив. Свидетель Иоанн всегда был и остается защитником и путеводителем для всех отчаявшихся и страждущих, для всех просящих помощи в самом, казалось бы, безнадежном положении. Он всегда приходит на помощь каждому, кто призовет его в своей молитве, как воистину добрый пастырь и архиерей последних времен чудотворец. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...